Привет, друг! С тобой Алена. Алена Самсонова, клинический психолог-блогер. Ты на моем канале психосоматики и нутрициологии. Психическое, психологическое и физическое здоровье в твой дом и в твою душу, в твое сердце, в твое окружение. Сегодня мы с тобой говорим о твоем психологическом, психическом статусе и реальной поддержке. Почему я говорю так уверенно? Потому что многие мои клиенты связывают только особенности своего самочувствия с определенной дисгармонией во внутреннем состоянии, не зная определенных качественных вещей, которые влияют на это состояние. Во-первых, мы с тобой сегодня узнаем огромную тему про серотонин, дофамин и почему, возможно, у тебя есть депрессия, апатия, тревога, возможные причины, которые не связаны с психологическими особенностями. Они скорее связаны с физиологическими особенностями, которые, возможно, первопричина. Первое, что тебе нужно знать, серотонин, дофамин, действительно, есть такая история у людей, которые не вырабатывают достаточно этого гормона, либо он как-то неправильно считывается, либо бывает некая как будто поломка. И эта вся история заставляет человека постоянно искать в жизни какого-то драйва, либо наоборот находиться в каком-то опустошении. Многие-многие мои клиенты, которые действительно находятся в таком тяжком состоянии, например, там социофобии, депривации внутренней, депрессии клинической, они долгое время сидят только на лекарствах и психотерапии. Но они не знают одну ключевую вещь. Как же у них нормально будет что-то вырабатываться, если многие из них просто забивают болт на свое физическое здоровье изначально? То есть человек систематически недополучает белка, недополучает железо, у него жуткая-жуткая жесть с витамином В12, у него действительно, например, есть заболевания, такие как эндокринные, такие как сахарный диабет, ну это и есть эндокринные заболевания, какие-то физические состояния, которые достаточно долго его сопровождаются. И именно поэтому он испытывает некую депрессию. Почему? Недополучает веществ, организм плохо работает, есть физическая трудность, и система начинает давать сбой, и он испытывает некие депрессивные нотки. Депрессия ли это? Скорее состояние, которое может привести к депрессии. Но я говорю про другое. Серотонин. Нейромедиатор социальных достижений. Из-за недостатка серотонина у тебя склонность к апатии, депрессии, прокрастинации, суицидальные мысли, любовь к себе отсутствует, болезненная реакция на критику. Если у тебя этот нейромедиатор так себе работает, мы знаем с тобой, что трептофанчик, который очень важен в построении этой истории, возможно, ты недополучаешь. Не доедаешь там яиц, белка, ну, яйца не обязательный там продукт, но, возможно, ты не создаешь условия для своего организма, в которых организм будет получать, вырабатывать этот серотонин. Он ведь вырабатывается и в кишечнике, и в твоих социальных достижениях, да? И мы помним, если, например, ты такой был когда-то активный, но у тебя не получалось ничего делать, например, со своим здоровьем. Ты ел только там какую-то пустую еду, не занимался никакой физнагрузкой, ну, и вот у тебя появилась некая депрессушечка, депрессюлечка. И в эти моменты ты с этой депрессюлечкой решил побыть, и она тебя прям засосала. Короче, если у тебя проблемы с серотонином, первое, что тебе нужно знать, это начать с питания ЗОЖа и начать прокачивать социальные достижения. Тебе супер важно что-то делать и получать от этого вознаграждение мозга, а он тебе даст, если ты степ-бай-степ постепенно создаешь панель, в которой ты двигаешься. Дофамин – это мои любимые зависимые люди, которые зависимы от многих вещей. Они могут быть зависимы от гаджетов, от еды, от шапоголизма, от трудоголизма. Это нейромедиатор, мотивация, эйфория, влюбленности. И по панели можно предсказать, насколько ты чувствителен к дофамину. То есть есть такой даже анализ, на котором у тебя приходит тест, ответ, чувствителен ли ты, способен ли ты любить, что у тебя с целеполаганием, проявление недостатка, как я сказала, это любые зависимости. И помни, что норадреналин образуется из дофамина, поломка генетики норадреналиновой системы. То есть ты там качаешься кофе постоянно, ты на спорте… Вот, Алена, чуть не заснула в прямом эфире. Ты на спорте, на зоже, на чем-то так уже закачался, что у тебя вот этот норадреналин вообще сломан. И ты как спичка зажигаешься от триггера, от любого. Отходишь ты или нет, это зависит от скорости захвата обратного норадреналина. И это все также ведет к некой дисгармонии в личной жизни. Если тебе эта тема близка, интересно, если ты хочешь понять больше, как можно при помощи еды, как можно при помощи образа жизни поменять всю эту историю, пиши под видео, я больше анонсирую для тебя. Приходи в консультацию и обязательно начни работать с питанием. Мы с тобой еще знаем одну супер важную вещь. Если у тебя есть в дефиците самые важные базовые вещества для постройки твоего организма, это белок, витамин D, B12, и у тебя есть эндокринные заболевания, то ты можешь испытывать реально эту симптоматику. Но ведь эта симптоматика не первопричина. Ищи причину, почему у тебя это сломано. Ты годами, возможно, себя разрушал, и сейчас ты такой опачки и очнулся. Если у тебя, например, климакс, менопауза, ты тоже можешь находиться в этом состоянии такого анабиоза. Но если у тебя хроническая недостаток обмена... После десяти консультаций я зеваю снова в прямом эфире. Если у тебя недостаток вот этого всего, то ты будешь испытывать всю эту историю. Мало того, ты будешь испытывать иммунные заболевания. У тебя будет куча историй, связанных с активностью. И все, что тебе нужно сделать, это проверить свое здоровье, первое. Сбалансировать свое питание. Далее обратиться к психотерапевту. И далее работать над собой. Но, возможно, первый шаг обратиться к психотерапевту, который разбирается не только в психологии, но и в такой истории, как психосоматика и нутрициология. Если тебе это видео было полезно, а я думаю, оно тебе было действительно полезно, ставь лайк, обязательно подписывайся, пиши комментарии. Я жду тебя на прямых эфирах и в консультации.